Всем тихой ночи! В комментариях к прошлому видео больше всего комментариев было за Корциста Иона и Клавигаров, так что в этом видео мы поговорим о могущественных колдунах голодного культа, возглавляющих группы саркицистов, видео о которых есть в описании. Когда я начал делать это видео, я с удивлением обнаружил, что Великий Корцистон это, наверное, самый часто упоминаемый персонаж вселенной SCP. Упоминается он в объектах и рассказах, и даже в целой куче каких-то кроссоверов, например, вот с токийским гулем. Будем разбирать эту гору контента. Многочисленные рассказы, где Ион сражается с главой церкви разбитого бога Бомейра. Я пропущу, потому что все они какие-то карикатурные. Да и не везде они сражаются. Лучше я перейду к упоминанию Великого Корциста в объектах, а упоминается он часто. Когда фонд SCP допрашивает какого-нибудь колдуна о культа плоти, он обязательно упомянет Иона, как своего бессмертного отца. Об Ионе расскажет мрачный отшельник из сибирской глуши. О нем поведают член элитарного тайного общества. Его имя прорычит пойманный монстр. Оно же будет написано в очередной проклятой книге, наполненной ужасными заклинаниями. Даже в космосе, во время изучения планеты, состоящей из живых клеток, это объект SCP-4524, фонд найдет на его поверхности изображение того самого загадочного Корциста. В документах, связанных с церковью разбитого бога, он будет упомянут как самый страшный враг. А в других организациях аномального мира о Корцистеоне говорят как о чуть ли не главной тайне мира. И конечно же, это имя все чаще появляется на страницах докладов и отчетов фонда SCP. Сама эта концепция мне, кстати, кажется достаточно интересной, когда Ион это не какой-то конкретный персонаж, а нечто мифическое, и такое, что почитают и боятся страшнейшие из существ. Но со временем его лор начал обрастать плотью. Однажды фонд, исследуя один из объектов, претендующих на номер 001, в 1983 году нашел древнюю каменную табличку. На ней был написан текст, переведя который, ученые фонда больше узнали о древней истории мира SCP, а именно о восстании рабов, которые боролись со своими проработителями, страшными колдунами империи Девитов. И под предводительством того самого Иона, эти рабы одержали победу. И он, к слову, победил не только потому, что оказался талантливым военачальником, но и потому, что был рабом при крупном храме, где познакомился с сильным колдунством, а именно путем плоти. Восставшие смогли захватить целый город под названием Адитум. Это был центр одной из провинций колдовской империи Девитов, что было для нее сильным ударом, однако не привело к поражению. Война, теперь уже культистов магии Плоть Сиона и Девитских колдунов затянется на многие годы, пока против них обоих не выступит культ бога Машины Механ. Исследователи SCP нашли и другие древние источники, раскрывающие подробности старинной борьбы трех великих империй. Империи Металла, Империи Кровавой Магии и Империи Плоти во главе с Корцистом Ионом, назвав все это дело оккультной войной. И про нее видео тоже было. И так как это видео, собственно, об Ионе, нас прежде всего интересует то, что в ходе решающей битвы, когда поклонники бога Машины оказались настолько сильны, что и он был вынужден объединяться со своими старыми врагами Девитами, чтобы им противостоять. Случилось некое масштабное мистическое событие, в результате которого сам Ион и столица его государства Адитум просто пропали из реальности. Исчезновение Империи Адитума не означало, что культ прекратил свое существование. Ближайшие сторонники Иона, Клавигары, на тот момент обрели огромную силу, и каждый из них пошел своим путем, собрав вокруг себя свой культ Плоти. Точнее, вокруг каждого из Клавигаров были уже свои сторонники, они назывались Корцисты, и вот уже они создавали свои собственные культы. То есть культов Плоти в мире SCP примерно дофига, и они могут очень сильно отличаться друг от друга. Клавигаров же объединяло в основном вера в то, что Ион не пропал насовсем, а стал могущественным духом, возможно даже божеством. Некоторые Корцисты даже начали ему поклоняться, а некоторые утверждают, что он никуда и не пропадал, а просто отошел от дела, теперь иногда посещает своих самых преданных сторонников. Иные утверждают, что Ион продолжает существовать в телах своих последователей, что, учитывая природу культа, может быть даже и не метафорой. Со временем большинство культистов сошлись на идее, что Ион прошел через нечто под названием апофеоз, в результате чего достиг божественности, и теперь этим путем должны следовать все его верные последователи. Более того, среди этих последователей распространена идея, что после того, как Ион покинул материальный план, он вступил в битву с богом плоти Ялдоваофом и одержал победу, после чего поглотил это первородное существо, заполучив его силы. По этой причине в некоторых культах Иона называют первым убийцей богов. В настоящем времени Клавигары ждут возвращения Иона, считая, что рано или поздно он вернется, и культ плоти снова станет великой империей. Обычно упоминаются четыре Клавигара, и чаще всего можно встретить упоминание Лаватаар, она была могущественной девицкой жрицей и одной из дочерей императрицы империи Дева. Когда Ион был всего лишь беглым рабом, именно она отправляла убийц на его поимку, однако Ион был неуловим, и убийцы возвращались ни с чем. А вот сам Ион однажды забрался в покое Лаватаар. Легенды гласят, что он подошел к ней и прошептал нечто такое, после чего жрица принцесса не только не убила его, но даже стала самым верным последователем беглого раба и его любовницей. А ее знаменитые убийцы теперь охотились за теми, кто остался лоялен империи. После исчезновения Адзитума, она отправилась на территорию нынешней Румынии, где скрылась в глубоких пещерах, и используя свою магию, стала существом теперь известным, как SCP-2191. Чтение этого объекта можно кстати найти на этом канале, и если кратко, Лаватаар превратилась в огромный подземный организм, которому прислуживают существа, напоминающие классических вампиров. Наиболее же могущественным Клавигаром считается другой персонаж, по имени Надакс. Еще в времена адвитского господства, он был популярным среди рабов и нищих мудрецом, потому что он проповедовал идеи равенства и миролюбия, за что жестокие адвитские власти его покалечили, да не просто так, а с использованием недоброй магии, обрекая его тело на постоянные страдания. В таком виде он встретил Иона, и тот, желая облегчить страдания этого человека, обучил его по теплоте, благодаря которому Надакс смог не только восстановиться, он довольно далеко продвинулся в изучении этой формы магии, и вскоре научился принимать практически любую форму, отращивая столько конечностей органов, сколько пожелает. Будучи популярным мудрецом, Надакс смог превратить Иона из беглого раба в лидера популярного течения, к которому присоединяли все больше людей, да и нелюдей тоже. После исчезновения от Дитума, Надакс отправляется в путешествие по древнему миру, вселенная SCP, сражается с механизмами и встречает множество существ и персонажей. Он проводит в своих странствиях тысячелетия и оставляет о них кучу легенд, но в какой-то момент его следы теряются. В библиотеках многих культистов плоти можно найти книги «Притча Надакса». Вокруг нее даже собралось несколько сект, однако кто на самом деле написал эти книги, непонятно. Сам же Надакс привлекает внимание SCP в связи с расследованием аномалии, получившей номер SCP-7115. Где-то в начале 20 века, скрываясь под легендой о том, что он эмигрант из Прибалтики, Надакс прибывает в Америку, где устраивается на работу в свиноферму, принадлежащую промышленнику Молсону. Вскоре по местности вокруг начинают разбегаться пугающего вида гибриды, людей и животных, в основном свиней. Существа этих тогда власти смогли переловить, а самая ферма была разрушена. Молсон же погиб в загадочной аварии, а вот Надакс, он же теперь SCP-7115-A, бесследно пропал. Такими вот вещами развлекает себя древний мудрец и клавигар культа плоти. С другой стороны, в отличие от Лаватаар, например, он не превратился в огромную массу плоти или монстра, а остался человеком и не утратил интерес к миру вокруг. Путешествует вот и даже пытается придумать способ сделать Иона снова настоящим, живым существом в плоти. Третий клавигар это Сраан. Во время Дэвидов она была рабыней у богатой семьи, и семья эта постоянно издевалась над ней. Не выдержав такого отношения, она убила всех своих мучителей, за что сама была приговорена к смерти. Легенды говорят, что Ион лично освободил её из тюрьмы, после чего Сраан стал одним из лучших его убийц. После исчезновения Адитума о Сраан не было слышно практически ничего, хотя временами можно наткнуться на упоминание монстров, именно таких, каких она и создавала для своих дел на службе у Иона. Так она и скрывалась от всех в течение тысячелетий, пока фонд SCP не обнаружил объект SCP-5480. Сам этот объект это обычная квартира в Англии, внутри которой агенты организации нашли огромное множество аномальных и просто очень редких вещей. К квартире этой сотрудников фонда привели сектанты из некоего братства Кожа, на которых люди из SCP умудрились установить следящие жучки. Оказалось, что сектанты посещали это помещение и общались там с женщиной, которая была клавигаром Сраан. Саму её агентам фонда поймать не удалось. Ну и четвёртый клавигар – это довольно-таки хорошо изученный фондом Орог. Изначально Орог был вождём одного из диких племён, завоёванных Девитами. После завоевания они сделали его рабом. Его тело сильно изменили кровавой магией, сделав его гигантом с рогами и клыками и используя для драк на арене. Когда в город, где он обитал, прибыл Ион, Орог сразу же напал на своих бывших хозяев и убил их. Конечно же, ему было суждено стать самым свирепым и сильным воином Иона, который одинаково легко убивал Девитских кровавых колдунов и ломал машины механитов. После исчезновения Адитума, Орог продолжил сражаться с разными противниками культа плоти, пока не был побеждён, и вокруг его, не совсем мёртвого тела, не был построен подземный храм. В храме этом тысячелетиями существовал свой, в целом достаточно самобытный культ. На сегодня этот культ называется «Чёрная ложа охотников». Со стороны она похожа на мафиозную группу, связанную с олигархами, однако её члены активно используют магию плоти, так что вполне может считаться саркетистическим культом. Сам храм этот известен фонду как SCP-2408, и находится в подземельях Москвы. Под этим подземным храмом лежит гигантское тело, одноглазого гуманоида, вероятно являющееся самим Ороком. Тело это местами разлагается, а местами регенерирует, то есть мёртвым его не назвать, хотя по большинству показателей оно является трупом. Труп этот, однако, достаточно активен, в мистическом смысле, и является источником потусторонних сил для Чёрной ложи. На сайте SCP есть довольно большой хаб, содержащий множество объектов и рассказов, под названием In Memory Aditum. В нём собраны истории про древность и про современность, и про будущее последователей Оона. Там в итоге оказывается, что Надекс не просто так путешествовал по миру, и на досуге создавал монстров и свиней людей. Он совершал ритуал, позволивший призвать Иона обратно в материальный мир. До пути к этому он добыл множество могущественных артефактов, в том числе и таких, которые находились на содержании фонда SCP. Например, SCP-3911. Сам этот 3911, это, кстати, посох из человеческих костей, который Лаватар подарил Иону. Эта деятельность не осталась незамеченной, и получила свой номер, SCP-4273. Что неудивительно, ведь свой ритуал Надекс провёл с размахом. Дело тут в том, что мистическое действие, состояло в жертвоприношении лидеров крупнейших организаций мира SCP. Был убит глава церкви разбитого бога, один из членов командования повстанцев хаоса, заместитель руководителя ГОК, и многие другие. После этой серии убийств, Надекс собрал троих других клавигаров, и вместе они завершили ритуал, в результате которого из небытия поднялся сам Ион воплоти. Серия рассказов In Memoria o Ditom завершается тем, как Ион где-то в Праге беседует с каждым из своих клавигаров. Вспоминая прошлое и строя планы на будущее, сам он ещё очень слаб, чтобы что-то предпринимать, но в будущем мир явно о нём ещё услышат. То есть да, выходит в актуальной версии лора SCP, и он вполне себе существует как настоящий человек, и вместе со своими четырьмя самыми преданными сторонниками занимается развитием многочисленных культов и сект. Сект культа плоти по всему миру. Такие дела. Не забывайте оставлять комментарии с упоминанием того, что мы ещё не обсуждали на этом канале, о чём будет больше таких упоминаний. О том и будет следующее подобное видео. Всем пока!